Итак, приветствую всех на моем канале. Продолжаем серию видеороликов про умный дом, Маджордома. И сегодня мы поговорим о погоде. На улице у нас ночью до минус 15 в моем городе в марте. И вот хотелось мне рассказать, как можно отображать эту странную погоду для марта в системе умного дома. Есть очень много способов. Сегодня поговорим о самом простом из них. Почему простой? Потому что за вас ее все уже настроили, останется только небольшие доработки. Итак, чтобы настроить погоду для своего города и отобразить ее в меню умного дома, нам нужно сначала установить ее. Будем говорить сегодня о погоде, которая в модулях. В общем, заходим в маркет дополнений. И смотрим здесь всякие модули. Что-то обновить можно, что-то установить. И смотрим вот информация Яндекс.Вадчер. И нажимаем кнопочку Добавить. После того, как у нас обновится страничка, как-то все долго, обновится страничка, мы можем посмотреть, в приложениях появится погода от Яндекс. Мы точно так же онлайн радио устанавливали, поэтому, думаю, с этим проблем не возникнет. Так, открываем. У меня тут уже она настроена почему-то. Может быть, я раньше что-то делал, настраивал. Так что нам нужно. У вас вот так вот откроется. Изначально погода в Яндекс. Здесь убираете страну, здесь убираете ваш город, соответственно. и появится вот такое вот, как сказать, такое отображение погоды. Теперь что нам осталось сделать? Это всего лишь добавить. Так, в настройках еще хотел сказать, что желательно поставить полный, получать прогноз погоды. Это пригодится вам в будущем и так далее. Ну и обновлять там уже сколько хотите. Можете раз в час, можете раз в пять часов. То есть, как вам нужно, какая актуальность погоды. У меня стоит раз в час. Еще хотелось бы сказать, что после обновления выполнять сценарий. Есть такой пункт, здесь пишется имя сценария. То есть, у вас есть какой-то сценарий, допустим, ну, написали сценарий, который хотите, чтобы выполнялся после того, как погода обновилась. Например, система, чтобы говорила, что погода обновлена. Соответственно, здесь пишите сей, в скобочках пишите, что хотите, чтобы она написала, или сказала. Ну, закрывать скобочки, соответственно. Точнее, в сценарии. Сюда имя сценарий пишется, а в сценарии пишите, какой сценарий, что именно сказать. Ну, или просто что-то выполнить. Итак, нажимаем, значит, сохранить здесь. И дальше у нас вот появляется, у вас появляется вот такая вот погода. И теперь нам нужно ее отобразить в самом меню. Значит, здесь у нас есть вкладочка помощь. И, в принципе, все, что вам нужно, здесь уже все написано. Чтобы отобразить вывод прогноз погоды на сегодня и завтра, допустим, то есть, нужно написать вот так вот. Тут поясняется, какие и что значения означают. Fact of. Это значит, не выводить в сегодня и текущей погоде. То есть, если здесь не будет этого, вот, fact of, то будет выводиться текущая температура плюс forecast 1. Forecast 1 – это прогноз на сегодня и на завтра. То есть, у вас будет текущая прогноз на сегодня, прогноз на завтра. Ну, не знаю, мне, например, прогноз на сегодня не нужен. Мне нужен на сегодня, нужна именно текущая температура. Вот. Ну, как-то вот сделано на сегодня и завтра. Ну, соответственно, forecast 2 – на сегодня, завтра, послезавтра. Тут уже можете как угодно, то есть, менять значения. Forecast 0 – прогноз только на сегодня. Три варианта отображения погоды есть. Можно просто выводить только о текущей погоде. Ну, давайте, допустим, ну, вот этот пункт и используем. Просто копируем его отсюда. Соответственно, заходим в меню управления, добавляем новый раздел. Давайте назовем его погода. Погода. Так, и тип HTML-блок. И добавляем. Теперь данные HTML-блока нашего вставляем то, что мы скопировали. Вот и все. На этом у нас настройка и закончилась. Как бы больше тут и сказать-то не о чем. Пожалуйста, отображается сегодня погода. Днем минус 2, ночью минус 13. Это у нас... Завтра еще холоднее будет. Это у нас погода в Ярославле. Если кому интересно. Сегодня у нас... Сегодня 21 марта. Вот такая у нас весенняя погода. Ну, на этом все. Спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, у кого какая погода в вашем городе. Будет очень интересно, я думаю, узнать. Ладно, все. На этом спасибо. Подписывайтесь. До свидания.